Привет, Чуханыч! Привет, Алексей! Чуханыч, ты опять пьёшь тройной одеколон без закуски? Да, и что? Как что, дурья башка, а повод какой? Да тут с кошкой набухались, за здравый смысл пьём. За какой ещё здравый смысл? Ну, подумай, Алексей, логика. Миллиард людей используют Windows 10. Да, используют. Ну, так все говорят, что она глючная. Где логика? Думаю, стоит разобраться. Да, ты прав. Как же могут целый миллиард людей использовать операционную систему, которая постоянно глючит и ломается? Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о такой штуке, как вечные ошибки и баги Windows 10. Дело в том, что в моей башке возник своеобразный парадокс. Я сам не раз в новостях обсуждал вот эти вечные отзывы обновлений, глюки-баги, срачи. Просто я заметил, что когда ты говоришь что-то плохое про Windows 10, обычно это всё дело поддерживает определённая публика. Это или пользователи Windows 7, это или пользователи Linux, это или пользователи восьмёрки. Я сам пользователь восьмёрки, но к десятке отношусь довольно хорошо и нормально. Так вот, когда начинаешь с такими товарищами разговаривать, не со всеми. То есть, очень большая часть действительно адекватных людей. Я ещё консерваторов понимаю, которые там привыкли к семёрке и т.д. т.п. Но вот есть такая вот категория троллей, которым, наверное, выгодно в каком-то плохом свете выставить Windows 10. С ними начинаешь общаться, вот они начинают какой-то просто бред нести. Другая половина, это пользователи Windows 10. Они обычно пишут что-то типа такое. Чуваки, у меня нет таких ошибок. У меня не было такого случая, который ты обсуждал в ролике. И тут я начал задумываться. Таких новостей на самом деле много, и при том, что источники серьёзные. Но вот как только вы переходите, вот, к примеру, сюда, да, вот, читайте тут статью КБ 4.5.3.5.9.9.6. Короче, всё поломало. Елдец, Джигальбэшмэльбэбэ. Ну вы меня поняли. Короче, всё кранты, и типа сама Майкрософт советует это звать. Где источник, дядя? Источника нет. Я всполошился. Нигде практически серьёзного-то источника нет. Даже на серьёзных ресурсах, господа. Источник Windows Latest. Но Windows Latest не является Майкрософт, понимаете? И вы ищите под Windows Latest какой-то источник, его там тоже нет. Хотя, вот что-то есть. Давайте, я сам разбираюсь прямо на ходу. И куда меня скидывают в Developer Community? В Developer Community Visual Studio.com. То есть, они черпают сообщения о багах, и раздувают мега срачи на пол интернета, в сообществе разработчиков, понимаете? Господа, подумайте, если бы вышло реально обновление, которое косило бы тысячами компьютеры, а десяткой пользуются уже под миллиард, какой бы был резонанс? Это была бы мега-бомба. Дело в том, что просто никто элементарно не хочет ничего проверять. Данное обновление обсуждается в среде разработчиков. И, скорее всего, к физическим лицам оно даже не попадало. Они просто зашли к инсайдерам, или разработчикам, к тестерам, увидели, что есть какая-то ошибка, написали статью, наши болваны это все перечерпали, раздули на полсети. Все, елдец, десятка сломалась. Потом, потом же все это дело вычитали, и пошло по ютубу. И я, Баклан, также все это дело ничего не проверяю, и снимаю десятка, снова сломалась, елдец. А пользователи десятки, они не понимают, в чем дело. Но не слышали мы о таких проблемах. Да, бывало и с пуском какие-то проблемы, и с картаной там какие-то были проблемы, то, что немножко потребляло ресурсы. Но обычно такие вещи очень быстро исправляются. Еще один случай. Товарищ просто делает так, канал называется. Ничего против товарища не имею. Он такая же жертва, как и я. Тоже начитался, наслушался. Вот этого всего вброса вот этих. Пишет, что срочно нужно удалить КБ-4524224. Ну, естественно, где-то он там прочитал там что-то это, да, и решил. И он на своем компьютере вот это обновление выносит, просто прилюдно рассказывая о том, что Microsoft советует это делать. И я как бы с этим не соглашаюсь, тут человек мне скидывает, получается, сообщение, где действительно Microsoft упоминает. Так вот, данное обновление было сразу же заблокировано и потом перевыпущено. То есть человек начитался вот этих СМИ устрашающих и на видео вынес нормальное обновление, которое ничего не ломало. При том, что человек советовал всем поступать так же. И вот это единичный случай, когда действительно что-то с источником. В основном источники, ну, какие-то вообще бредовые. Вспомните случай, как один человек зашел на форум Microsoft и написал там, что хочет узнать, как отключить обновление. Так вот, там не самая главная личность, как бы на этом ресурсе, сообщила ему, что его чуть ли в тюрьму не посадят. И тогда десятки крупнейших СМИ об этом писали, представляете? За отключение обновлений, ребят. Карл, при том, при том, рычаги отключения всех этих служб присутствуют по умолчанию в самой винде. Или вы думаете, что снова вот эти байки говносборщиков будут, что якобы они там винду взломали, чтобы обновление вырубить? Да ни хрена. Это система с закрытым исходным кодом. Стоит только написать обновление, сломала Windows 10 и пошло-поехало. Можно вот все ресурсы вот эти проверять. Вот, 7 октября 2019 года заходим. Ну вот, например. Но они сами на себя ссылаются. То есть они, вот эти все ссылочки, это сами на себя. Вот, эта ссылочка, это каждая новость. Вот, я перешел и другая уже статья. И довольно серьезный ресурс. Вот, тоже сюда смотрим. Сами на себя и ссылаются. Ссылок на что-то серьезное здесь вы не найдете. Ничего не найдете. Так что можно все что угодно написать. Все что угодно. Посмотрим еще. Вот, 3 февраля у нас, господа, 2020 года. Windows Latest, то же самое. А Windows Latest будет ссылаться на какой-нибудь форум разработчиков там. И все. То есть массовой поломки-то никакой-то и не было. Но нужно хайпануть и поднять панику. Вот тут пуск сломался. Источник, где нет его. А вот на вот это ссылается Яндекс.Дзен. И я не отрицаю, господа. Есть много ошибок, много неприятностей. Но в десятке они очень быстро решаются. Просто кому-то выгодно раздувать до такого, блин, что смешно становится. Да, я согласен. Система стала тяжелее. Там есть какие-то непопулярные решения. Но то, что она вообще такая баганутая, глюкавая, прям падает, там все через каждых 5 минут. Это полный бред. Операционную систему данную использует 1 миллиард человек. И если бы были вот такие масштабные ошибки, уже был бы просто мега резонанс. А я вижу только пока маленький пердеж. И то, как бы не с того гудка это все дудится. Вы меня поняли. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Если вы, как я, любите играть в Майнкрафт, добро пожаловать на наш сервер Дуду Крафт. Версия 1.15.2. На сервере мы провели интересный эксперимент. Например, мы убрали креатив. Вместо этого мы разделили пользователей игроков на две группы. То есть будут строители и обычные игроки, которые будут играть в выживание. Довольно удобная и интересная вещь. Это уже принесло свои плоды и на сервере огромное количество очень красивых зданий. Сервер имеет синхронизацию с дискордом, поэтому у нас совместный соединенный чат. Играть будет нелегко. Постоянные битвы. Сложность тоже не слабенькая. Поэтому готовьтесь к битве. И заготавливайте драгоценные металлы. Сам я лично играю на сервере. Сервер без всяческих випов. Очень качественная модерация. Поэтому гриферинг сведен практически к нулю. Заходите, будем вместе играть. Редактор субтитров А.Семкин